Инга Пеннер В гости? Да, товарищи, по несчастью. Один раз обманули фирму содействия в лице Черенникова, а второй раз судья хочет у нас отобрать эту квартиру. Эти люди уже прошли нелегкий путь обманутых дольщиков, отдав деньги мошенникам, что бросили стройку на уровне котлована. Долгожданные ключане все же получили, но по другому адресу. Дом на пятой просеке областной минстрой доводил до ума уже на казенные миллионы. И ведомство раздавало ордера на свободные квартиры по весьма простому принципу. Кто в этом больше других нуждался? Гром грянул, когда казалось, что все тревоги позади, а на взятые в кредит деньги был сделан ремонт. На жилплощадь Савиловых и Азархиных положили глаз люди, которые сами себя объявили собственниками. Фамилии не есть откуда взявшихся хозяев, в кавычках, были разные, но вот подробности трех процессов, которые стартовали в Октябрьском суде, были как под копирку. Квартира якобы от застройщика через цепочку сделок перешли третьим лицам. И все это произошло тогда, когда стройка была заморожена. Вот моя квартира находится в 16 этаже, дом стоит 10 этажей, с дома убирают строительные краны. В это время происходит покупка моей квартиры по документам. Кто бы в это поверил? Мы вот в это не верим. Попали, значит, ну, как мы подозреваем, под чистый развод. На суде этих людей ждало много откровений. Прописку в паспорте, свидетельство о собственности, главное, само решение правительства предоставить им жилье. Все это чуть было не признали никчемными бумагами. Судья уже как бы заявлял на их заседании, на нашем заседании, что вы зря делаете ремонт. Вам это, скорее всего, придется покидать. Это интервью я записала накануне решающего заседания в Октябрьском районном суде. Уже не надеясь на победу, дважды обманутые дольщики обратились к прессе. После выхода передачи в эфир заседание неожиданно отложили. Повисла тревожная пауза, а в конце мая в гражданском процессе произошел коренной перелом. Суд встал на сторону героев этой передачи. Супруги Савиловы, которые вот так неожиданно во второй раз обрели собственную квартиру, признаются, за полгода судебный тяж уже успели отчаяться. Стресс продолжался у нас на протечении полгода. Представляете, вынестите, терроризируйте. Целая группа адвокатов, борзых и так далее набросилась на нас. Заседание, которое у нас делалось в середине апреля, там, в общем-то, ничего обнадеживающего не было. После вашей передачи информация дошла уже и до замминистра, до министра строительства. Дошла информация потом с помощью министра, до губернатора, до генерального прокурора области. То есть информация пошла, и люди стали интересоваться этим событием. После вашего репортажа мы почувствовали надежду, что общественность включилась, чтобы оказать нам помощь. И мы не будем выброшены из квартиры. Вы нам очень помогли, потому что с вас это все и началось. Разумеется, одной волшебной телевизионной палочки в этой истории было бы мало. Здесь казалась позиция областного Минстроя. Но публичная огласка, разумеется, не помешала. Что характерно, люди, которые собирались у дольщиков отобрать квартиры, попытались опротестовать решение районного суда, но и областная ФИМИД отказала им. О том, как зачастую невозможно сдвинуть ситуацию с мертвой точки без политического решения, демонстрирует еще одна история. Квартирный вопрос испортил жизнь еще одного ветерана – Зинаиды Кудряшовой. Темные костюмы, обязательно этот пиджак. Я ходила. Ветерану войны и труда почти год пришлось обивать пороги коммунальщиков. Последний решительный бой она вела против управляющей компании «ВАСКО». Ее сотрудники так усердствовали, убирая снег с крыши, что пробили ее насквозь. В квартире ветерана случился вселенский потоп. Вся кухня была затоплена, вода вот так в коридор вытекала. Мы затопили до третьего этажа, тут все в тазах было. По поводу ремонта нам уже отказали. Идите куда хотите. Точку в этом бесконечном хождении по всем кругам коммунального ада поставил один звонок. Я решила, обращусь я к мэру города Самару Казарову. Он мне обязательно поможет. Со слезами, по телефону. Все рассказала, как все произошло. Через несколько дней работает комиссия, дочку вызывает по адресу. Комиссия решает срочно сделать ремонт. То есть, наконец-то зашевелились, да? Зашевелились. Он их хорошо пошевелил. Внезапно прозревшие сотрудники «ВАСКО» заверили семье ветерана, что за месяц управится. Но когда я приехала проверить, как идет ремонт, выяснилось, нет ни рабочих, ни стройматериалов. Пришлось немного побегать за руководством «ВАСКО». Вы можете нам пообещать, что 4-го числа начнется ремонт? Да, 4-го числа ремонт начнется. Квартиру отремонтируют. Ну, я же просил не снимать. Этот душевный разговор не стал бесполезным. Ремонт в квартире ветерана сделали в рекордно короткие сроки. Уже через месяц после выхода первого материала в эфир, дочь ветерана показывала мне. Вот обои новые наклеили, потолок побелили, положили новую плитку. Могут ведь? Жаль, без волшебного ускорения не хотят. Люди работали на совесть. В субботу и в воскресенье работали. Я хотела бы отдельно поблагодарить съемочную группу. Вы такие молодцы. Все видели, это очень много людей просмотрело эту программу. И на самом деле произошло вот это вот движение. И на самом деле телевидение побаивается. Журналисты, доложу я вам, народ вредный и дотошный. И с этим коммунальным контором давно пора смириться. Не раз в минувшем году приходилось популярно объяснять их сотрудникам, что аббревиатура ЖКХ расшифровывается вовсе не «Живи, как хочешь». Но не все понимали с первого раза. За иными пришлось побегать. Не надо сюда. Не буду, не буду. Я не по-человечески никак общаться не буду. Снимайте. Все. Не буду, я сказала. Обращайтесь к руководству. Айнэм объяснить, что закон о СМИ они читали крайне невнимательно. О, Гагарин, не прекратите, будьте любезны. Не могу, не трогайте, во-первых. И меня, Гагарин, не сей вопрос. Я еще раз хочу сказать. Существует закон о средствах массовой информации. Вы его нарушаете. Просто хотелось бы узнать. Я вам объясню. Хотите узнать, пожалуйста, письмо, но я вам объясню. Правда, отдельные деятели так до сих пор и не поняли, как глупо выглядят, когда пытаются уйти от ответа на простые, в общем-то, вопросы. Когда работать-то начнете по-человечески. Но некоторые главы коммунальных контор все же умеют делать оргвыводы. Вот так в конце лета меня гостеприимно встретили в МПО пожертвы. А разница была. В эту контору я пришла не одна, а жителям дома номер один, что на спортивной. У женщины залило квартиру, потому как коммуникации в ее доме давно все износились. В многоэтажке 72-го года постройки этой осенью предстоял капитальный ремонт. Деньги выделял федеральный бюджет. Но жители, которые должны были контролировать, как и на что они тратятся, рассказывали мне, сметы им не показывают. А все потому, что со своей управляющей компанией они давно на ножах. Я ходила, просила смету, спросила эти документы, просила документы на то, где наши деньги рекламные, куда что делись, отчет, они же должны с нами ежеквартально встречаться, отчет годовой давать. Нету ничего. Это что за отношения? Таганов, дай бог ему здоровья в кавычках, ведет себя отвратительно. Почему жителям этого дома не показывают сметы на этот ремонт? Кто это сказал? Нам говорят об этом члены совета дома. Говорят, а сказать одно, где документ о том, что вам говорят о том, что кто-то вам сказал. Это что с улицы... Документ у нас в видеозаписе. Послушайте, пожалуйста, вы... Я вас прошу выйти. Ой, тихо, тихо, тихо. Я вас не буду. Подождите, я хоть заявление заберу. Убери ее. На каком основании вы с вами руками раз поднимаете? Вам вот говорят, что подбородь. Вы что делаете, я не могу пойти? Я вас не трогаю. А можно с вами пообщаться? Дальше, пожалуйста. Верите, не закрывайте. Можно мы зайдем? Мы можем как-то выйти на вашего руководителя Таганова Сергея Владимировича? Почему так себя ведется, я не могу понять. Давайте мы с вами договоримся. Это бесполезно. Самого господина Таганова, начальника МПО по ЖРТ, мне тогда на месте застать не удалось. Но вскоре выяснилось, что этот коммунальщик умеет признавать свои ошибки. В моем отсутствии что-то там кто-то себе позволил. Ну не тактично, очень даже не тактично. Ну может быть, я конечно извиняюсь за своих сотрудников. Но главное, что на спортивной 1 стихли словесные баталии и заключили соглашение о перемирии. Капитальный ремонт завершился в срок, и хотя до идеала в доме еще далеко, зато жители и работники ЖКХ наконец стали слышать друг друга. Смотрю, общий язык вы нашли. Этот конфликт вошел на пользу обеим сторонам. Пошел просто конфликт. Да, было непонимание, ругались мы там все. Но каждая, как говорится, они свою точку зрения отвоевали, мы свою. Но слава богу, почему я вас и приглашаю, вы понимаете, в чем дело. Когда, как говорится, вы негласные, третья власть, когда уже вы где-то задействованы, все равно уже дисциплинирует, подтягивает, какая-то уже ответственность знает, что все равно нас кто-то проверит. Не безнаказанно. И уже движение какое-то уже идет. Как говорится, начальство тормошится. А нам что и надо. Срочная телевизионная помощь понадобилась еще одной многострадальной многоэтажке на больничной 20А. Здесь случай оказался особенно тяжелый. Капитальный ремонт до сих пор не завершили. Люди по семь дней сидели без канализации, полтора месяца без отопления и без всякой надежды, что этот кошмар закончится. Представитель ТСЖ Александр Филоненко от общения с жителями сам устранился и людям самим приходилось бегать за рабочими. Об этом доме за последние 4 месяца я трижды делала сюжет и выяснилось не зря. Засуетились и чиновники. Со стороны администрации тотальный контроль, если это можно так сказать, ведется за этим домом. И самое главное – подрядчики. Я хочу лично поблагодарить вас и телеканал ГИС, потому что на сегодняшний день, как выяснилось, это единственная движущая сила в нашем мире. К нам на следующий день пришли, правда, не очень довольны, что мы жалуемся, но все-таки доделали. А на этой неделе и вовсе случился прогресс. Председатель ТСЖ Александр Филоненко, который однажды по телефону мне популярно, объяснил, что это не он плохо работает, а цитата «недоброжелатели, полные придурки, хотят облить его грязью», прислал жителям больничной 20А письма с извинениями, где все-таки пусть частично, но признал ошибки, свалив, правда, вину на подрядчиков. Впрочем, перерасчет людям за те недели, что они были и без отопления, и без воды, он так и не сделал. Так что в этой истории, к сожалению, точку ставить еще рано. И к следующему году, потому что к гадалке не ходи, придется мне вновь навестить больничную 20А. А воззаключение еще одного дома, что на Гагарина 9, похоже, остались в прошлом. Жители этой хрущевки лет 15 жили на передовой необъявленной войны. И все из-за долгостроя, которого местные прозвали «домом с привидениями». Здание, в котором изначально планировали открыть очередной корпус клиник мед. университета, еще недавно было притоном для бомжей, скучающих подростков. Они-то и развлекались тем, что кидали кирпичи и куски арматуры в окна хрущевки. Некоторые жильцы пошли на тактический маневр. Видите, и стекла эти у нас сбились, и стекла, и фанера, вот можете. Сейчас этого уже, конечно, нет. Но люди пока еще, смотрим, не убрались? Нет, конечно. Боятся еще? Боятся еще. Это нужно время. Вот здесь стекла, резервные стекла. Понимаете, на случай, если разобьют. Ну что вы, что было такое, что не дай бог, что было. Не дай бог, не дай бог. В этой квартире на пятом этаже свет по вечерам не включали, боялись. Елена Горбовцова работала в Москве на телевидении и вернулась в Самару 14 лет назад, чтобы спокойно встретить пенсию. Но на старости лет, говорит, сама стала героиней репортажа криминального. Пенсионерка признается, в собственной квартире она только и успевала, что уворачиваться от кирпича, иногда и от пули. Однажды ее окно обстреляли из пневматики. За 15 лет активисту дома на Гагарина обошли десятки инстанций, написали сотни писем. И когда мы приехали снимать сюжет, уже и не верили, что удастся повлиять на ситуацию. Люди даже не верили в то, что что-то будет сделано. Но лед тронулся. Новый собственник здания, управление судебного департамента, среагировал на сюжет адекватно. На Гагарина навели порядок, восстановили забор, заколотили окна первого этажа, установили прожекторы. Но главное, долгострои теперь круглосуточно охраняют. И кирпичные бомбардировки Хрущевки наконец прекратились. Жители вздохнули спокойно. Сразу. Практически сразу. Мы, правда, к ним сразу пришли тоже, после этой передачи. Все, они нас пригласили. Вы нам очень помогли, потому что как-то и судебный департамент сразу нам откликнулся. Они, в общем-то, не думали, что здесь будут такие проблемы. Проблемы с подростками, проблемы то, что бросали здесь кирпичи, кидали тут в людей все. Все это судебный департамент не знал. И мы вот им просто раскрыли глаза на все это. Во-первых, я хочу сказать, поблагодарить вашу программу. Понимаете? Потому что ваши выстрелы прекрасные были не холостыми. Потому что 13 лет воевали, и вот вы настолько хорошо сделали те сюжеты, не вырезайте это, пожалуйста. И в газету писали много раз. Или с вашей легкой руки, я не знаю. Ну, действительно. И видеоряд был прекрасный. И в интернет вышли, и, наконец, нас услышали. Вот я считаю, что это вы сделали как бы последнюю точку в этом. Понимаете? Потому что теперь спокойно. Если что-то, я вам тут же, как в скорой помощи, буду звонить. Все эти истории, о которых я решила вспомнить под заново с уходящего года, кроме благополучной развязки, имеют еще одну общую черту. Их герои не сидели, сложа руки, дожидаясь милости от чиновников, коммунальщиков или журналистов. И во многом именно благодаря тому, что сами были активны и приблизили хэппи-энд. В этом-то, по-моему, и кроется секрет обыкновенного чуда. Побольше бы таких чудес. И не только под Новый год. С наступающим вас. Удачи. Увидимся.